ДНР Глава ДНР заявила о готовности принять дополнительные меры для обеспечения безопасности ОБСЕ. Во Франции подвели итоги первого тура президентских выборов. Южная Корея обсуждает в США совместные учения с авианосцем Карл Винсом. Власти ДНР готовы при необходимости принять дополнительные меры для повышения безопасности наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявил глава республики Александр Захарченко. Напоминаем, что в воскресенье в ЛНР в районе линии разграничения произошел подрыв на противотанковой мини-автомобиленаблюдателей, в результате чего один сотрудник миссии погиб, трое получили ранения. Захарченко также выразил мнение, что украинские власти всеми силами стараются втянуть Запад в конфликт в Донбассе. «Я неоднократно говорил о том, что со времени поражения в первой военной кампании Киев всеми силами старался втащить в наш конфликт третью силу, то есть иностранцев, будь то миротворцы или международные полицейские силы. Втаскивание в конфликт третьей силы нужно было Киеву не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня». Глава ДНР отметил, что у Киева не получилось втащить в конфликт третью силу, поэтому украинская сторона нанесла удар по иностранцам из миссии ОБСЕ. Захарченко принес соболезнования друзьям и близким погибшего сотрудника специальной мониторинговой миссии и выразил надежду на объективное расследование инцидента. МВД Франция опубликовала окончательные результаты первого тура выборов президента страны, который прошел в воскресенье 23 апреля. Согласно данным ведомства, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон получил 23,75% голосов. На втором месте представитель национального фронта Марин Липен с показателем 21,53%. Представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фион получил 19,91% голосов. На четвертом месте кандидат от крайне левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, получивший 19,64%. Таким образом, Макрон и Липен будут соперничать во втором туре, который состоится через две недели. МВД Франции сообщает, что явка избирателей на президентские выборы составила почти 70%. Министерство обороны Южной Кореи ведет переговоры США о проведении учений своих военных кораблей совместно с находящимся в регионе американским авианосцем Карл Винсон в связи с ростом напряженности вокруг КНДР. Напоминаем, что в воскресенье совместные учения в западной части Тихого океана начали с американским авианосцем военные корабли Японии. Также стало известно, что Южная Корея создала усовершенствованную передвижную радарную установку для обнаружения артиллерийских позиций КНДР. Новая система, на которую с ноября 2011 года было потрачено около 50 миллионов долларов, поступит на вооружение Южной Кореи в 2018 году.